Что мир, который живет с сегодняшними повседневными проблемами. Из фильма вы видели, как Юницкий приводил сравнение с лягушкой, которая креется и говорит, да, мы сегодня нагадили здесь, переехали в другое место, да, мы сегодня загадили, сделали лунный ландшафт при добыче полезных ископаемых, руды, угля, потом бросили, переехали в другое место, потом начинаем бороться с парниковым эффектом, потом еще, так сказать, и постепенно, постепенно подходим к точке невозврата, который останавливает все и вся, то есть в принципе развитие цивилизации. Но здесь, друзья, вопрос в таком, кто-то же должен над этим думать, кто-то же должен заниматься такого рода проекта, кто-то же должен ставить цели и задачи, которые кажутся нерешаемы. И не зря мы тоже очень часто показываем ролик про стартапера, когда очень такая позитивная мелодия с очень такими важными словами говорит о том, что когда ты начинаешь, многие, может быть, тебе и не верят, и это действительно как девиз сегодня работы. Но по мере того, как идет работа, по мере того, как братья Райт готовили свой самолет, Стефенсон делал свой паровоз, Попов изобретал свое радио и так далее, и так далее. Это зарождалась новая техно-цивилизация, техносфера, которая давала определенные блага, давала определенные технические решения. Дальше на этом строилась финансовая и многократно развивающаяся структура. Это, друзья, тоже деление времени так развивалось. И весь 18 век, начало техники, 19 век, это, как мы называем, там, третий технологический уклад, он 20 век, это четвертый технологический уклад, это эра двигателя внутреннего сгорания, авиации, космонавтики, автомобилестроения. Все это сопровождалось бурным развитием нефтяной отрасли, металлургии, мы все это наблюдали. Потом бурный расцвет уже, конец 20-го, начало 21 века, это микроэлектроника, это интернет, это все, что связано сегодня с кремниевыми технологиями. Это, друзья, деление времени, но сегодняшний момент, и та постановка задач, которая ставится, она, конечно, намного шире. И в этом плане я могу сказать, что если это кого-то пугает, то, друзья, можно успокоить, что ничего страшного, кто-то об этом должен думать. Если кто-то в это не верит, здесь отношение такое, что, друзья, наверное, придет время, и вы с этим столкнетесь и поверите, так же, как поверили в возможность беспроводной связи. А вы представьте, в 90-м году, если бы мы с вами сейчас проводили вебинары, хотя их невозможно представить, я бы вам рассказывал про интернет, про мобильную связь, про скайп, про джи пиесы, про вайберы, про ватсабы. А вы ничего этого не видели, и как интересно, вы бы на меня смотрели. И это все, друзья, естественный процесс, всегда стоит кто-то впереди. И сегодня вопрос в том, что, как в свое время, там, очень интересный парень, с которым я лично встречался, и не сказать, что прям знакомый в дружеских отношениях. Но мы пересекались, и я в определенных проектах даже участвовал, когда запускались. Это Сергей Брин, это тот, кто сегодня создал и запустил такую систему, как Google. И очень интересно, когда он еще в начале 90-х, это 91-й, 92-й год, 93-й год, я с ним когда пересекался, он рассказывал о тех возможностях, которые дает именно информационная сеть. И я тогда первый раз услышал такие слова, как интернет. Казалось бы, как это может повлиять или как это может изменить жизнь. Он что-то говорит, придет время, и ты узнаешь и поймешь, как интернет изменит нашу жизнь. Сегодня я могу сказать, друзья, прошло какое-то время, и занимаюсь уже следующим технологическим укладом, рассказывая уже о транснете. Мы говорим, что, друзья, основное, чем я заканчиваю вебинар для новичков, и мы начинаем работать уже с теми, кто идет в процесс. Я могу сказать, что, друзья, жизнь, которая изменилась за последние 15-20 лет, а это совсем другое качество жизни, это совсем другая эра. Ее даже нельзя сравнивать с тем, что было, если мне кто-то говорит, что ничего не изменилось. Но я, друзья, просто не поверю. Мы просто привыкли к тем вещам, которые мы поймем. Мы привыкли к GPS на торпеде машины. Вспомните 20 лет назад, как можно было описать GPS, спутниковая система, которая по всему миру работает, карты показывают на экране, при этом еще трафик, то есть сколько машин до и сколько машин после выстраивает маршруты. И очень приятным женским голосом рассказывает, как и куда ехать. Кстати, только приехал из Грозного на прошлой неделе, и это не в обиду будет сказано. Просто даже сами чиновники администрации Кадырова Рамзана сами рассказали анекдот, поэтому не могу не поделиться с вами, как говорится, свежим анекдотом из Грозного. Когда глава республики Рамзан Ахматович Кадыров едет за рулем новой машины, у него проложен маршрут, и женская очень приятным голосом ему говорит, поверните направо, дальше 200 метров, поверните налево, он подъезжает к мосту. Он говорит, а после моста поверните еще раз налево. Он едет прямо, GPS думает, потом через некоторое время очень приятно говорит. Ну, в принципе, так тоже пойдет. Поэтому это действительно сегодня веление времени про поездку мы там делаем сегодня очень в Кизин-Ам, это красивейшее озеро, сейчас проектируем первый адресный проект, рассматриваем с участием администрации Чечни. Там есть очень большая группа инвесторов, которые рассматривают уже более широкие проекты и под названием Южные ворота России и освоение Транснет именно Кавказской системы. Это все, друзья, активнейшим образом ведется. И сейчас весь вопрос, видите, как GPS нам очень интересно показал и рассказал логику, которая сегодня есть, доведя до адресных проектов. Так вот, друзья, это сегодня идет то, что и когда я делал презентацию в правительстве Чечни, там были очень много министр транспорта, министр инфраструктуры, министр туризма. И вот когда я им рассказывал всю эту логику и постоянно приводил сравнение с интернетом, они говорят, да, конечно, у нас еще пять лет назад мобильной связи и вот этой информатизации не было. И только когда туда пришли основные операторы, игроки, там Мегафон и Билайн, то есть сегодня даже в самых высокогорных районах есть связь, есть интернет, все это работает. И это тоже прям показательный пример, что куда притянулась сеть, где поставили вышки, там началась эта система работать. Пока этого не было, все это была утопия, но все знали, что это где-то развивается, это где-то идет. Поэтому на сегодняшний момент, когда мы обсуждали логику транснета, построение туристических кластеров, то вот это понимание того, что туда, куда придет транснет, эта территория сразу включена в новую экономику развития, она сразу получает новый потенциал и у нее сразу совсем другие возможности, вот это понимание есть. И как раз при развитии транснета, при развитии вот таких вот региональных компаний уникальным будет именно ландшафт, уникальным именно будет то, что есть на этой территории. Если это полезные ископаемые, значит это полезные ископаемые, которые включены в общую систему транснет. Если это ландшафт, если это природа, где живут люди, значит это расселение. Если это уникальные природные, соответственно, красоты, которые есть, куда приедут миллионы и миллионы людей, то это, конечно, туризм. И у них есть четкое понимание о том, что туризм это основное направление не только Чечни, а вообще для всего евразийского пространства. О том, что уникальная природа, уникальные ущелья, уникальный воздух и уникальная вода это большое именно достояние. И только транснет все это делает достижимым, и только транснет делает это на новом уровне развития. Поэтому мы, если закончить уже вопрос по Чечне, мы увидели в руководстве очень больших союзников, те, которые думают о будущем, те, которые думают о развитии региона. И я очень много, я вам могу сказать, и общаюсь, и езжу по... ну да, это вот Кизин-Ам, красивейший, самое высокое в мире чистое родниковое озеро, высокогорное. Вот там уникальная вода, которую можно пить из озера и, соответственно, уникальная природа. Там ущелье, буквально за моей спиной, куда привозят регулярно детей, которые страдают астмой по несколько, ну по много лет. И буквально 3-4 дня нахождения там излечивается. То есть настолько уникальная система горного воздуха, природы и так далее. И весь Северный Кавказ наш, он состоит из таких уникальных вещей. Поэтому создание такого туристического кластера, создание именно системы, это то направление, то перспектива, которую мы как раз обсуждали и которую мы сейчас дальше будем разрабатывать и делать. И как раз система логистики, всей логистики, то есть когда легкие системы транспортной юнибайки, это будет горная система, когда скоростные юнибусы, это уже будет поравнение там, где можно будет уже легко строить и быстро перемещаться. Вот это, друзья, вот то, что сейчас рождается, делается и активно движется. И вот та логика, которую на австралийском таком примере показал Виктор Бабурин, о том, что адресные проекты такие должны развиваться, они должны именно сегодня формироваться. И по мере того, как мы будем уже продвигать, делать, демонстрировать, сертифицировать, патентовать и готовить технологию к запуску, таких проектов должны быть десятки и десятки и десятки. И вот чем мы активно сейчас занимаемся, вот такой командой, которая сейчас формируется, вот в Чечню я поехал, то есть я бы туда в жизнь бы, наверное, никогда не приехал, не потратил времени. Это если бы активный наш парень Александр Мосин, который жил долгое время в Дагестане, общается с руководством, он просто убедил и меня, и руководство организовал все это дело, собрал энтузиастов. И вот таким образом этот проект пошел, и я могу сказать, что это пример, который для Алматы, для Казахстана. Я правильно понимаю, Алексей, это у нас Казахстан тоже рассматривалось, предгорье, там у нас Чембулак, по-моему, потом высокогорные вещи. Поэтому это тоже, кстати, там тоже интереснейший проект, это через Медео, через Чембулак сделать трассу, которая будет в Киргизию, на Иссыкуль. И таким образом возникнет уникальнейший туристический кластер, где можно в течение одного часа, поднимаясь на вершины, находясь в зоне именно пустыня и савана, потом постепенно меняясь, то есть переходить в тайгу, потом равнина, потом уже высокогорные луга, потом горы, скалы, ледники не тающие, и потом возвращаться по такой же логике обратно, и таким образом в течение часа можно посетить все климатические условия на Земле. Такого места, друзья, в мире больше нет. И сейчас вот то, что мы вам рассказываем, показываем, что Кизинам, это одно условие уникальное, и Сыкуль, и Медео, и Чембулак, это другое, такие уникальные вещи, и все они будут завязаны в единую транспортную сеть, Транснет, где можно выбирать, куда поехать, как поехать, на каких условиях, и, соответственно, наша задача все это запустить, делать, чтобы это было дешево, доступно, и у миллионов людей была такая возможность перемещаться из любой точки в любую точку, это как раз то, что сегодня дает Транснет. Потому что интернет, друзья, благодаря тем гаджетам, которым мы сегодня пользуемся, то есть смартфонам, планшетам, ноутбукам, это точка входа в интернет. И здесь я вам могу задать вопрос, друзья, а вы когда-нибудь задумывались, что такое для вас интернет? Потому что вот я еще, учась, там, в середине 80-х годов, когда я был студентом, писал первые курсовые работы, вот, и первая курсовая работа была «Транспорт будущего», как это ни странно звучит, и я тогда задался вопросом «А какой же будет транспорт?» И я изучил все возможные варианты, и ответа у меня не было до 2000-го года, когда ко мне в кабинет пришел интендарь Чуницкий и рассказал, каким будет транспорт на ближайшие 30-50 лет. Таким образом, я получил ответ на свою курсовую работу только спустя почти 25 лет. Вот, соответственно, не 25 лет, а 25 лет спустя мы это сегодня строим и реализуем. То есть, вот, друзья, как бывают очень интересные моменты. Так вот, интернет, друзья, это возможность получения информации. Если раньше мне для того, чтобы изучать материал, мне надо было идти в библиотеку, в читальный зал, по каталогам смотреть журналы, газеты, статьи, выбирать, если что-то нету, заказывать, соответственно, двигаться. Как только появился интернет, появился вход, я все это мог сделать, не вставая со своего стула, со своего рабочего места. Я мог входить в интернет, могу входить в интернет, начать, а дальше по развитию этой сети мы сегодня с вами можем и покупать билеты на самолет, и бронировать гостиницы, и заказывать место в ресторане, и покупать билеты, когда идем в кино с детьми, и так далее, и так далее. Это все развитие уже возможностей, и какое-то время назад это даже невозможно было представить. Сегодня это наша реальность. Так вот, друзья, к этому мы привыкли настолько, что даже не считаем это техническим чудом. Мы считаем, что это само собой разумеющееся, и никаких проблем с этим не происходит. Так вот, друзья, транснет, то, что мы с вами создаем, это то же самое, только в сфере перемещения. Когда вы можете перемещаться, делать и попадать из любой точки земли в любую точку земли, не сходя со своего рабочего места, не снимая своих любимых шестяных носок, если они у вас есть. Соответственно, когда мы говорим, что мир и жизнь в ближайшие 10-15 лет изменятся более радикально, чем за последние 15 лет, нам мало кто верит, потому что все задаются вопросом, но казалось бы, куда можно изменить жизнь больше, чем сегодня? Что может дальше двигаться более такими темпами, чем двигается прогресс сегодня? И вот здесь, друзья, у нас есть на это четкий ответ, есть четкое представление, и это благодаря именно развитию технологической школы инженера Юницкого, мы сегодня понимаем, представляем, как будет развиваться не только транспортная, а это вся инфраструктура, связанная с перемещением, с перемещением людей, грузов, информации, энергии. Это все транснет, это транспортный, энергетический и, соответственно, информационный коммуникатор. Мы сегодня понимаем, как будут развиваться определенные территории, почему сегодня мы востребованы и активно находим язык с такими лидерами, как лидер Чечни или других регионов Казахстана, Киргизии, Монголии, Вьетнама, Боливии, потому что для них транспортная инфраструктура, то, что сегодня есть, это наиболее ключевые моменты. И когда мы не просто как бла-бла-бла болтуны экономисты говорим, что, ребята, мы хотим или рассказать, как у вас изменится жизнь. Нет, друзья, мы сегодня позиционируемся как члены команды, которые создают технологию, которая изменит жизнь целых регионов. И отрицать с этим, друзья, отрицать этого невозможно. И основной вывод, который пришел с Экофеста, и все уехали, и я надеюсь, что я это несколько раз обязательно доносил, повторял и дел, и это должны все запомнить и получить, это ключевую фразу, что технология SkyWay сегодня переходит ключевой барьер, это так называемая, как мы говорим, первая ступень, и мы переходим дальше уже к достижении космической скорости, чтобы выходить на орбиту. Когда мы с вами проделали огромную работу, и этого не может быть, то, что нам говорили до предыдущих, сегодня меняется на следующее утверждение, «А если это правда?» И здесь, друзья, если это правда, и когда начинают допускать эту мысль, то чиновники или руководители регионов, они сразу начинают просчитывать, а что же будет с регионом, а что будет с городами, а что будет с людьми, когда придет эта технология Transnet, когда реально начнет строиться. И я могу сказать, что только это позволяет вести серьезные переговоры с серьезными и лидерами стран и регионов, и лидерами крупного бизнеса, и серьезными уже инвестбанкирами, инвестфондами, потому что как только допускается мысль, что если это правда, логика разговора становится совсем другой. А здесь, друзья, это уже наша работа. И мы с вами в апреле сделали ударную работу, мы фактически вышли на исторический максимум по привлечению именно людей в проект, то есть больше всего за апрель пришло новых людей, а для нас, друзья, новые люди, которые приходят в проект, это автоматически означает и расширение нашей инвестпроводящей системы, и увеличение возможностей, которые сегодня есть у компании по строительству экотехнопарков. Поэтому у нас с вами в апреле, друзья, произошел максимальный рост, и на май мы рассчитываем, что май будет еще более результативным. А все это, друзья, в конечном итоге создает нам основу и базу для того, чтобы всем чиновникам, которые здесь, я как раз, друзья, почему по отношению к многим лидерам, которые я встречался на прошлой неделе, я могу применить слово чиновник, от слова чин, это от слова служение. Потому что большинство региональных лидеров, которые в России, да и не только в России, это и на Украине, и в Казахстане, я бы их чиновниками назвать не взялся. По Фрейду могу сказать, это взяточники. Это люди, которые сегодня на своих должностях зарабатывают деньги. В России мы видим уже ряд, посадку таких взяточников началось, начиная от губернатора Южно-Сахалинска, где я бывал не один раз и общался со всей этой командой. Это вся команда республики Коми, которая в полном составе сегодня сидит, там, где им положено сидеть. И еще очень многих-многих регионов, которых я, друзья, знаю, я могу сказать, что с ними разговаривать не о чем. Так же, как с многими чиновниками из нашего федерального правительства. Но, тем не менее, я могу сказать, что есть люди, есть лидеры в чиновниках, есть лидеры регионов, есть лидеры в бизнесе. Я могу сказать, что у нас активнейшая работа сейчас идет в Красноярске, из поддержки, как я уже говорил, губернатора. Он, хотя относится очень скептически к проекту, он так махнул рукой и говорит, ну, если от нас ничего не надо, то делайте, стройте, если у вас получится, значит, молодцы. Но, если не получится, сами виноваты. Но, тем не менее, при большой поддержке бизнеса, я могу сказать, именно лидеров бизнеса, у нас развиваются серьезные адресные проекты. И это, как раз, друзья, сейчас и характеризует, и показывает именно ту стадию, которая есть. И возьмите для себя за правила, возьмите для себя, как основной сегодня постулат, когда вы начинаете общаться, особенно вот мне задают вопрос, как общаться с крупным бизнесменом, как общаться с крупным чиновником, которая есть. Так вот, начинайте с фразы того, что, а представьте, что это правда. А дальше мы делаем всю доказательную базу. У нас строится технопарк. Поэтому сегодня очень доказательная база. И для меня, когда надо привести последний аргумент, я привожу людей на, сначала в КБ Юницкого, а потом на Эко-технопарк, и люди сами своими глазами видят, что мы говорим не пустые слова. За этими словами стоит очень большая работа. За этими словами стоят огромные коллективы людей. И десятки, и сотни тысяч, которые сегодня участвуют в этом процессе. И поэтому ни у кого сегодня не может повернуться язык, сказать, что это полная ерунда. У нас с вами год или полтора года назад, когда были определенные недобросовестные конкуренты, которые даже обвиняли Юницкого, что он у кого-то украл технологию. Представляете, человек, который занимается 40 лет, оказывается, он эту технологию у кого-то украл. Ну, можно предположить, у самого себя. Вот, так вот, эти люди говорили, что мы будем создавать альтернативные полигоны, технологии, все. Друзья, прошло год, два, полтора, я хочу сказать, покажите хоть кто-нибудь, хоть что-нибудь, и тогда мы с вами будем разговаривать. А если показать нечего, то закройте свой бла-бла-бла, идите занимайтесь делом. Потому что тут даже при всем уважении к Илону Маску, мы его очень много произносили, делали, то есть он первый, ну, так и хочется слово сказать, прокукарекал о скоростном движении, вот, о том, что он будет делать технологию Hyperloop, но три месяца назад он нам сделал уникальнейший подарок, сказав о том, что в этом году, в 16-м, в 17-м и даже в 18-м, прототип технологии он не покажет. Несмотря что на это уже выделили 300 миллионов долларов, они их, естественно, уже потратили в Израиле, выделили землю, уже начали делать прототип, вот, но, соответственно, ничего они не построят и не сделают. Вот, потому что эта технология с технической точки зрения не реализуема. А то, что мы сегодня делаем, продвигаем и запускаем, это сегодня крайне обоснованная экономическая, технологическая теория, которая доведена до высшей степени своей доказательности. Это внедрение. Потому что, друзья, у любой теории единственная мерила эта практика. И, соответственно, даже тех, кого не убедил наш ЗИЛ на проводах, который, являясь лабораторией, почти 10, ну не 10, 8 лет давал данные для технологии Skyway, вот, потом, когда его спилили, сегодня выходит новый уровень, новые технологические решения. И то, что сегодня приступаем к реализации и обсуждаем уже конкретные проекты, это лучшие, друзья, тому доказательства. Так, тут Игорь Морозов, плохая связь с Мирополисом. Да, друзья, я тоже могу сказать, что я тоже почти 20 минут входил в Мирополис, меня выкидывало, потом несколько раз, пока Алексей выступал, меня выкинуло. Но, друзья, тут давайте снисходительно относиться к нашему младшему брату. Любая техника дает сбой. Друзья, любая. Даже тут я могу сказать, что мы с Юницким, когда я ему говорю, что Антон Довальевич, по теории вообще развития техники, любая техника дает, и он с этим соглашается. Другое дело, что надежность Skyway по отношению, допустим, к железнодорожному, к автомобильному транспорту или к авиации, она будет даже не на порядок и даже не на два порядка. Но, тем не менее, любая техника дает, друзья, сбой. Поэтому давайте относиться к нашему младшему брату интернету со снисхождением. Мы изучали очень многие площадки и смотрели о том, чтобы перейти в другие комнаты. Но лично я могу сказать, что пока вот при всех своих недостатках Мерополис пока такой оптимальный вариант. Может быть, GoToWebinar, это американская площадка. Может быть, еще, сейчас рассматриваю вопросов. Но где-то через недельку, через две, мы с Алексеем еще готовим одну форму. Мы хотим параллельно все вебинары, все демонстрации ввести через перископ. То есть это будет параллельная система, не исключающая, но просто как показали сегодня определенные наши такие первые шаги, перископ дает много функций, которые сегодня можно использовать. И мы перископ сейчас активно и активно начнем использовать для нашей работы, для введения таких вопросов-ответов, то есть техподдержки создания, когда можно напрямую будет общаться по каким-то вопросам. Вот, например, мне задают много вопросов по Земле, по Дальнему Востоку и так далее. Я думаю, что к концу этого недели, где-то в пятницу, мы сделаем такой небольшой не вебинар, но общение в перископе, для того, чтобы можно было подзадавать вопросы, а я определенным образом на эти вопросы отвечу. Поэтому это будут первые, пока, друзья, такие шаги. Потом мы будем через перископ делать все наши встречи, которые мы будем делать в Москве. То есть тоже сейчас запускаем такую форму, это форма открытых лекций, когда будем проводить определенную открытую лекцию по теме транснета, скайвэя и макроэкономического прогнозирования шестого технологического уклада. Приглашать туда всех желающих, особенно новичков, кого можно будет с Москвы и московского региона, а через перископ будем это транслировать на всю сеть, и, соответственно, в записи это можно будет тоже смотреть. То есть это очень такая интересная, полезная форма, которую мы сейчас будем, соответственно, развивать и делать. Поэтому, друзья, две основные мысли, которые я хотел, чтобы сегодня после вебинара у вас осталось, и это ощущение никого, я думаю, что тот, кто был на Экофесте, это даже не надо обсуждать, сделать, потому что та атмосфера вот такого количества единомышленников, которые собрались, которые своими глазами сфотографировались у недостроенных, я специально об этом сказал, друзья, не поленитесь, сфотографируйтесь у начала строящихся опор, потому что когда они будут закончены делать, потом сказать, что вот я пришел, где-то сфотографировался возле станции, пропадет вот эта динамика. И я это приводил, примеры, друзья, еще из... Алексей показывает настроение. Я показывал фотографии 15-летней давности, где мы с Юницким фотографировались у первых опор Skyway, а тогда он еще назывался «Струнные технологии», потому что Skyway именно пришел позже, и этот ЗИЛ, который потом ушел в провода, по проводам, он как раз и дал название технологии Skyway. Так вот, это, друзья, очень большая атмосфера, это очень большая сопричастность к этому процессу. И я думаю, что те, кто оттуда уехал, у них вопрос о том, что мы перешли в следующий этап, и когда мы уже, встречаясь с человеком, говорим, что это не... какая-то будущее с технологией, это то, что мы сегодня создаем, и как раз вопрос о этого не может быть переход в том, что... а если это правда, друзья, он сегодня очень такой актуальный, и всегда это держите, и всегда это понимаете для себя, показывайте подборку фотографий, то есть те брошюры, которые есть по Эко-технопарку, они отвечают на все вопросы. Следующий, друзья, этап, он будет, конечно, архиважный, и он произойдет уже в октябре этого года, это когда будет продемонстрировано, и когда будет следующее, а если это правда, уже уйдет слово если, и тогда мы будем четко показывать, друзья, это правда, и мы будем людей, которые говорят, этого не может быть, переводить в это правда просто двумя фотографиями, и, соответственно, роликами, ссылками, и так далее, и это, друзья, то, что мы с вами создаем, и это тот, казалось бы, очень простой ход, это очень простое слово, которое нам надо убрать, а если это правда, вот мы, друзья, с вами создаем, что, а это правда, для нас это нет сомнений, для всех остальных, кто не в проекте, особенно для тех, кто обсуждает юридическую форму, защищенность, очень много на Экофесте задавалось вопросов о том, как юридически защищается, а где гарантии, и так далее, и так далее, здесь я могу сказать, друзья, какие гарантии сейчас для тех банков, которые сегодня отзывают лицензии, люди остаются без денег, для тех, сегодня банкротств, крупных компаний, которые сегодня идут, на прошлой неделе крупнейшая американская угольная компания подала на банкротство, крупнейшая в мире, поэтому, ну, одна из крупнейших, не будем говорить, так вот, этот процесс идет, и это сегодня становится ключевой и главной для нас фразой, и ключевой и главной задачей, которую мы сегодня решаем, и дальше, по адресным проектам, к которым мы сегодня подходим, это, друзья, основной вопрос, что это следующий путь, следующее развитие, куда будет работать наша краудинвестинговая система, которая будет, именно уже состоять из профессиональных инвесторов, а здесь я могу сказать, что, друзья, те, кто особенно с нами изначально, или сейчас подходит, и когда эта компания заработает, и это станет то, о чем мы говорили, реальностью, мы с вами, друзья, будем уже весьма профессиональные, венчурные инвесторы, потому что мы с вами создали проект, в который мало кто верил, и тем более, мало кто готов был дать инвестиции, мы это сейчас создаем, и мы подходим уже к реальной работе, и, соответственно, дальше мы готовим целое направление работы, связанное с уже применением технологии Skyway, и здесь я вам могу сказать, что кое-какие секреты, просто скажу, что они есть, но мы покажем уже, когда будем, соответственно, предлагать инвестировать, но это когда будет закрыт вход в корневую технологию, соответственно, мы с вами, как обладатели уже крупных венчурных, уже к тому времени, инвестиционных пакетов, будем обладать серьезной возможностью для инвестирования в другие проекты, и этих проектов, друзья, мы вам предложим как минимум с десяток, и все они будут по доходности и по эффективности не менее интересны, чем Skyway, вот, соответственно, это по мере того, как это будет приближаться, мы с вами будем это показывать и рассказывать, тут на экофесте стерлись все границы между государствами, да, абсолютно, Ларис согласен, и там, чехи и венгры, с которыми мы вместе поздравляли, Анатоли Дарши, с днем рождения, и просто вот те люди из многих-многих стран, которые были, так вот, друзья, здесь тоже еще очень важная фраза и очень важное понимание, что насколько интернет убрал информационные границы между людьми, мы с вами общаемся сегодня на десятки стран, даже у нас на вебинаре, наверное, сегодня из десятка стран присутствуют люди, вот, точно так же Transnet уберет, в принципе, физические границы, и вы в своем стуле, вы в своем, можете перемещаться в любую точку мира, не проходя никаких таможен, не пересаживаясь ни в какие там самолеты, эскалаторы, и так далее, и так далее, и так далее. Ну вот, друзья, давайте я слово передам сейчас Алексею, он, как всегда, делает свой акцент на те события, которые происходят, вот, а я отвечу в конце на ряд вопросов, тут пошли вопросы по земле, потому что Путин вчера подписал закон о земле по ПО Евразии, который сейчас работает или не работает, это тоже куча вопросов, поэтому давайте, друзья, я в конце, как всегда, подводя определенный итог и делая задел на следующий вебинар, я на ряд таких вопросов отвечу. Все, друзья, передаю слово Алексею, вот, а я готов отвечать на те вопросы, которые вы можете писать в чате. Так, Алексей, ты здесь? А то с сегодняшним Мирополисом надо 10 раз страховаться, потому что он выкидывает направо и налево. Благодарю, Сергей Анатольевич, дорогие друзья, ну, собственно, сегодня у нас вебинар расширенный, такой, именно после экофестиваля мы еще, честно говоря, не отошли от эмоций, и я могу сказать, что заряд действительно мы получили на как минимум до осени, а то и на весь год, потому что то, что было увидено нашими глазами, да и глазами вообще каждого человека, который посетил эко-технопарк, это железобетонная уверенность в проекте, то, что это реально, то, что это возможно, то, что реализуемо. Я сегодня, дорогие друзья, хотел бы остановиться на таком важном моменте, акценте, и вводить такую рубрику, когда будут возникать мысли, и мысли эти возникли непосредственно на практике, то есть я всегда сторонник, чтобы превращать свои мысли в практику, и, соответственно, чтобы все монетизировало наш проект Skyway. Все прекрасно помните, что принимал участие на экотехнопарке и видео я также на первом наводном вебинаре включал, это Кирилл Шимко. То есть кто такой Кирилл Шимко, вы можете посмотреть в Википедии, то есть этот человек есть в Википедии, и я действительно очень сильно рад, что подобные люди поддерживают технологию Skyway. Более того, Кирилл не хуже, так скажем, чем спикеры обычно рассказывают о проекте, буквально вкратце рассказал, что да, действительно мы сейчас находимся на пороге смены технологических укладов, да, интернет, раньше было это все недостижимо, сейчас абсолютно достижимо, и также дети, внуки, внучки будут перемещаться уже на транспорте Skyway. И я хотел бы вам донести такую идею, каким образом повестить всех людей, которые так или иначе участвуют в здоровом образе жизни, каким-то образом связаны может быть со спортом, со спортзалом, потому что для каждого человека на самом деле есть своя точка входа, своя точка входа в проект, каждый входит соответственно по своим желаниям, по своим возможностям, и для меня допустим это была точка именно такая переломный момент, когда мой знакомый сказал, что он инвестировал несколько сотен тысяч рублей в неизвестный мне проект, когда я его стал рассматривать, оказывается я месяц назад его видел, и мы все разные абсолютно, мы из других стран, так скажем, и мы люди различного настроя, различных именно занятий, сегодня я хотел бы оповестить вас, каким образом можно мотивировать людей, которые занимаются спортом, буквально я расскажу историю непосредственно, которая произошла на этих выходных, я понял, что Кирилл Шимко это замечательный человек, который для многих людей, кто увлекается спортом, будет отправной точкой входа в проект, и собственно алгоритм был очень простой, я попробовал абсолютно без задней мысли с людьми, с которыми я занимаюсь в спортзале, с тренером, с которым занимался, спросить просто а ты знаешь Кирилла Шимко? И человек сказал нет, ты в курсе, что это белорусский силач и рекордсмен книги рекордов Гиннеса, и кстати он поддерживает технологию Skyway, и после этого у человека уже был вопрос, а что за технология Skyway, и почему Кирилл Шимко, естественно я показал на смартфоне сразу ссылочку на Википедию, и почему Кирилл Шимко поддерживает некую технологию Skyway, и вообще что это за технология, и собственно почему Кирилл Шимко, рекордсмен книги рекордов Гиннеса, говорил про технологию Skyway от всей души, от всего сердца, после того, как серьезные испытания испытал, нагрузки, тягая именно тяжелую технику на фестивале, на экотехнопарке, на экофестивале, и это для многих людей, кто занимается так или иначе, я могу многие категории перечислить, то есть это и сами спортзалы, это и бассейны, это и просто парки, и таким образом можно завести разговор с человеком, пожалуйста, используйте этот инструмент, потому что это испытано на практике, это действительно работает. Я думаю, что мы все с вами можем выразить благодарность Кириллу Шимко, то, что подобного рода занятия людей мы можем также сейчас оповещать и самое главное не навязывая им свое мнение о проекте, навязывая им соответственно какое-то установленное время встречи, более того, люди потом начали спрашивать, человек начал спрашивать и естественно в этом случае, как и 29-секундная презентация, еще с Армандом мы ранее представляли вот такую технику соответственно вы говорите, что времени сейчас нет, мы тренируемся отвлекаться некогда и давай просто потом встретимся пообщаемся соответственно после этого человек уже в нетерпении встретиться с вами и действительно пообщаться о технологии Skyway и о том почему белорусский силач поддерживает технологию Skyway хотел хотел бы сказать вам дорогие друзья что также многие техники именно вот я бы не назвал это техники продаж это техники оповещения проекта техники продвижения проекта и мы максимально стараемся улучшить именно взаимодействие по проекту с потенциальными инвесторами то есть придумываем все больше и лучше и быстрее по результатам достижимые именно вот экспериментальные тестовые задания и проводили на самом деле на сегодняшний день мы подошли к такой стадии дамы и господа что достаточно человека просто оповестить о проекте рано или поздно он соответственно присоединится и тот факт что 100 акций в подарок минимальный пакет обязательств компании которые в будущем станут достаточно серьезными активами это не неисчерпаемый источник и соответственно можем сказать чисто откровенно что это также закончится как закончился дискаунт 1 к полуторам тысячам так и 100 акций в подарок тоже рано или поздно закончится и более того инвестиции которые сейчас человек может совершить по тому дискаунту что такое дискаунт сейчас также чуть попозже я сброшу чтобы освежили в памяти в голове те кто уже знает что это за понятие и соответственно новички поняли и приняли к сведению насколько важен этот термин именно в развитии технологии Skyway и насколько повышается ценность будущих активов ныне обязательств группы компаний Skyway обязательств лично Анатолия Эдуардовича Юницкого при снижении изменений дискаунта изменений дискаунта у нас планируется за две недели будет оповещение в течение мая и соответственно это решает только Анатолий Эдуардович Юницкий так же как Анатолий Эдуардович Юницкий может рассчитывать эстакады и соответственно мосты струнную путевую структуру подвижной состав Skyway так же и абсолютно инженерным и техническим подходом Анатолий Эдуардович Юницкий рассчитал предел допуска и вообще максимально допустимое значение которое можно выдавать подобных акций 100 акций в подарок чисто математически это так же выверено когда пройдет одна точка так скажем именно отчета за которую нельзя выходить и предел прочности будет нарушен Анатолий Эдуардович естественно волевым решением скажет что в один прекрасный день мы это отменяем таким же образом в один прекрасный день будет сказано что финансирование корневое закончено всех благодарим и до скорых встреч в адресных проектах в те которые финансирование возможно именно народным финансированием потому что естественно будет ряд адресных проектов которые народное финансирование не будет привлекаться то есть оно будет закрываться чисто Это крупными инвестициями и от тех проектов, которые сейчас развиваются, также можно сказать, что народное финансирование уже в некоторых проектах, которые на данный момент развиваются, не предполагается. И это не хорошо, не плохо, это корпорация, это абсолютно логическое развитие зао-струнной технологии, это логика формирования и совершения факта именно того, что корпорация развивается, адресные проекты также. И, соответственно, можно сказать, что сейчас мы уже значительно вырастаем и зао-струнной технологии занимается независимо от инвест-проводящей системы, теми адресными проектами, которые уже нужно согласовывать действительно с крупными инвесторами. И о многих проектах мы с вами узнаем только уже при получении наших первых дивидендов. И многие люди говорят, что как только пойдут минимальные, вообще вот, несколько долларов дивиденды упадут, просто произойдет взрыв в интернет-коммерции, взрыв вообще вот людей, которые были в курсе когда-то. Я думаю, что огромный такой переломный этап будет как раз-таки, когда пройдет выставка в Берлине и на транс. Почему-то я после этого события ожидаю очень серьезной договоренности по конкретным адресным проектам с множеством и действительно с рядом государств, правительств, администраций, потому что это международная транспортная выставка. И там представлены действительно самые перспективные, самые актуальные, самые современные транспортные инфраструктурные решения. Дорогие друзья, я хотел бы также оповестить, сегодня вот планерка была проведена для региональных представительств, так как здесь присутствуют люди, которые уже давно в проекте. В ближайшее время с Русланом Багировым будет представлено опробованное, опять же, вот так же, как сегодня я вам рассказал о... не люблю слово рекрутирование, не люблю слово привлечение, об оповещении и об возможности точки входа тех или иных спортсменов, людей, ведущих здоровый образ жизни в наш проект. Поставьте плюсики, минусики, кому понравилось, кому не понравилось эта техника, очень интересно ваше мнение, потому что это действительно простая техника, самое главное, она работает. И Руслан Багиров, это наш активист, который очень серьезно развивается по Екатеринбургу, открыл на свои деньги в начале офис и в течение полугода он пробовал технику, основанную на ведущих техниках продаж. Наш, в том числе, это Джордан Белфорд, прямая линия убеждения, тот относится положительно, кто-то отрицательно к Джордану Белфорду, то есть это вот Солл-стрит, так называемый. И Руслан, так же, как и я присутствовал на тренинге Джордана Белфорда в Москве на Октябрьской конференции. И уже наложив вот все техники продаж на развитие проекта Skyway, я вам делаю сейчас такой промоушен отдельного вебинара, который пройдет либо на этой, либо на следующей неделе. И, соответственно, мы начнем цикл обучения, каким образом с помощью телефонных продаж выводить людей не только на встречу, но и на закрытие сделки и, соответственно, на инвестирование. Потому что Руслан это опробовал, показатели по его структуре говорят сами за себя и, соответственно, он готов представить это желающим учиться. То есть будет два вводных вебинара, что потом делать, соответственно, мы решим. Но цель главная этого занятия и этих вебинаров дали уже обучающих циклов, чтобы максимальное количество людей, которые заинтересованы в продвижении технологии Skyway, соответственно, научились по ведущим техникам продаж оповещать и доводить до сделки людей, которые сомневаются в проекте, не прибегая к техникам NLP, нейролингвистического программирования, говоря правду, правду и только правду. Потому что, как говорится, когда не знаешь, что сказать, говорить лучше правду. Ну, а я, собственно, скажу правду по поводу Челябинска. Вопросы абсолютно логичные, правильные. Скажу таким образом, что на сегодняшний день в Челябинске дела обстоят отлично. Мы установили положительный контакт, более чем положительный. Это Евгений Баклунин и Владимир Баклунин и я. Мы двигали адресный проект, поехали и свою миссию проект поехали выполнил. Но просто хотел бы вам задать вопрос, хотели бы вы, допустим, инвестировать в проект, когда срок окупаемости 4 года и на 4-й год примерно 3-4% при текущем расчете окупаемости проект стал бы давать. Естественно, когда технология SkyWay начнет развиваться по всему миру, то окупаемость будет другая. Возможно, мы вернемся. И мое личное желание будущего, что обязательно сделать спортивно-туристическую трассу, инициировать. И уже когда будет понятна окупаемость, потенциал, соответственно, найдется ряд, я думаю, крупных инвесторов. Но на сегодняшний момент мы пытались это продвигать среди средних крупных инвесторов. Народное финансирование. Четкая позиция моя и семьи Баклуниных была, что народное финансирование сюда привлекать, это, знаете, как толкать людей, ну не то что в пропасть, но пойти пешком, послать людей от Санкт-Петербурга до Владивостока, то есть это очень и очень долго, и это неэффективно. Соответственно, так как были установлены положительные контакты с администрацией, с проектной организацией, то есть серьезные проектировщики, которые строили гостиницы, мосты, путепроводы, более того, ГОКу имеют отношение, и, собственно, с ними были установлены договоренности. Более того, мы как команда адресных проектов, и чтобы понимали все, кто будет инициировать адресные проекты, что вы будете нести некоторые затраты, мы за работу проделанную и за лоббирование проделанную, несмотря на то, что прибыли от адресного проекта, как таковой, мы не получили, соответственно, осуществили оплату и остались в отличных отношениях, нас очень ждут уже с реальными окупаемыми проектами, которые даже на сегодняшней стадии будут понятны, что если этот проект инициировать, соответственно, это будет интересно средним и крупным инвесторам. Но так как правила банкира и правила инвестиции, защищающие свои инвестиции, инвестируют туда, естественно, куда выгодно на сегодняшний день, мы решили, что проект поехали, пожалуй, с помощью народного финансирования мы развивать не будем. То есть, я говорю это вам открыто и честно. Можно было подписать легко соглашение о сотрудничестве, можно было это хорошо упаковать, но вопрос прибыльности. То есть, сейчас мы уже прошли определенные веки и нет просто необходимости делать пилотный проект, так как пилотный проект мы увидим именно в виде демонстрационного тестового участка, демонстрации, а далее сертификации легкого прогулочно-спортивно-экскурсионного и городского пассажирского транспорта в Мариной горке под Минском, в Республике Беларусь. И, соответственно, отпала необходимость делать какой-то пилотный проект, рискуя деньгами народного финансирования, а рискуя почему? Потому что прибыль была бы минимальная. Соответственно, цель проект выполнил. То есть, с помощью в том числе этого проекта и Екатеринбургского в Египте нам тоже рисовали проект. Ну, сейчас вы все прекрасно знаете, какие отношения с Турцией, с Египтом, у России. И, соответственно, стратегию и концепцию, что эта ниша востребована, до зао-струнной технологии, показать необходимость и действительно вернуть то, что Анатолий Эдуардович Веницкий давно придумал, именно концепцию легкого прогулочного транспорта, удалось вовремя, потому что это действительно точка входа. И даже вот в Чечне это была точка входа, Кизиной, АМ, но будут рассматриваться более серьезные проекты, именно легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт, это будет именно как точка входа. И не только в Чечне, собственно, это алгоритм работы, дамы и господа, это как любит Виктор Бабурин говорить, я абсолютно с ним согласен, это дорожная карта. То есть, по сути, вот дорожную карту я вам предоставил в виде простого примера, простой речи, я даже не стал на слайде это как-то расписывать, потому что это предельно просто, каким образом спортсменам, зожникам доносите информацию о нашем проекте. Извините, если инвестирует рекордсмен Книги рекордов Гиннеса, который изволил и действительно оказал честь двигать тяжелую технику на эко-фестивале, это о чем-то говорит. И также мы услышали запросы иностранцев, чехов, венгров, поляков, словаков, испанцев и так далее. Многие иностранцы, и это может быть покажется большими суммами для россиян, но попросили нас сделать новую инвестиционную программу рассрочки. Это, соответственно, 1000 долларов, это 500 долларов и это даже 5000 долларов и 2000 долларов. Соответственно, это те возможности, которые имеют европейцы и многие русские, также эти возможности имеют, и вот как бы, чтобы говорить абсолютную правду, я думаю, Сергей Анатольевич подтвердит, что сейчас зреют крупные инвесторы с рассрочкой, даже не на 50 тысяч долларов, и таких людей будет становиться все больше и больше. Ну вот, собственно, такой вот взгляд на сегодняшнюю ситуацию, мои мысли на данном вебинаре, но на следующем вебинаре я вам расскажу, каким образом общаться уже с крупными финансовыми группами, инвестиционными. Всем рекомендую посмотреть фильм «Игра на понижение», суперфильм, и просто как бы сассоциируйте и скоррелируйте его с технологией Skyway и с теми адресами, проектами, которые мы будем развивать. Сергей Анатольевич, вам слово. Спасибо, Алексей. Вот, да, действительно, это очень интересный, как бы, был такой показательный, потому что это действительно было показательное выступление сильнейшего человека, вот, и, соответственно, нет звука. Так, звука нет только Нины или у всех остальных. Дайте обратную связь, как слышно, видно. Есть, да. Ну, тут, друзья, смотрите, вот я как раз сейчас в чате там посмотрел, переписку, все, то есть, как бы это, да, Мирополис очень работает нестабильно, очень сложно, но тут, друзья, что я могу сказать, вот, особенно рекомендуют менять браузер на вход, вот, то есть, если несколько раз входите и нету или звука, или изображения, поменяйте, вот. Вот, тут вот Алексей переписывает платные и неплатные курсы, но тут мы как раз сторонники того, чтобы все эти вещи, все это давать людям как инструменты, выстраивать именно структуры для того, чтобы можно было дальше там иметь какой-то доход от этого для каждого. Вот, поэтому, давайте, ну, вот, вопрос, который сейчас вот очень витает в воздухе, и он именно стал актуальным, когда вчера или позавчера, когда Путин подписал о дальневосточном гектаре, и с 1 июня этот закон начинает работать уже и вступает в силу. Вот, значит, никаких больших изменений этот закон не претерпел, вот, хотя Совет Федерации грозился его переписать. Вот, поэтому мы как раз сейчас начнем делать именно рекомендации по тому, где и как, в каком месте можно заявляться на эту землю, исходя именно из нашего видения, друзья, что логики по тому, на какие можно заявляться на гектар на Дальнем Востоке, их может быть очень много, вот. Вот, мы предлагаем одну из своих именно расчетов о том, где эта земля и как будет капитализироваться. Конечно, это, друзья, все будет, это сложнейший проект, это сложнейшая логика, вот. И здесь говорить о том, что мы вам 100% гарантируем, или мы говорим, что тот, кто сейчас возьмет землю, она 100% будет стоить, там, миллионы долларов, нет, конечно, друзья, это венчурная стадия, венчурный проект, но фактически о чем идет речь, что при реализации этого венчурного проекта стоимость этой земли резко изменится. И мы, так как работаем над тем, чтобы сегодня этот проект реализовать и запустить, то, соответственно, мы рекомендуем, что когда дают землю, цена которой будет меняться в зависимости от реализации технологий, мы, конечно, рекомендуем в этом участвовать. Для того, чтобы получить эту землю, друзья, и это фактически нужны просто координаты по той земле, которая будет проходить вблизи трасс, которые планируются, то есть вблизи коридоров Skyway, это просто нужна информация. Я думаю, что мы ее будем делать через специализированные вебинары, где будем показывать трассы и, соответственно, рекомендовать там брать. Значит, друзья, сразу могу сказать, никаких спекуляций, никаких денег, никаких плат за эту информацию никто брать не должен. Если вам кто-то где-то говорит, что надо либо за то, чтобы зарегистрироваться, либо за то, чтобы надо что-то заплатить, друзья, это спекуляция. И это, во-первых, начнем, это нарушение закона, федерального закона, потому что в законе сказано, земля выделяется бесплатно, и никто не имеет права, никто не может брать деньги за то, чтобы эту землю выделить. Если это берется, это, друзья, нарушение закона, это работа определенных правоохранительных органов. Соответственно, мы вам будем рассказывать логику построения коридоров, мы вам будем показывать логику, где по нашим расчетам будут проходить трассы Skyway. И, соответственно, каждый из вас будет самостоятельно принимать решение, брать ему, заявляться на эту землю, потому что очень жесткое ограничение в законе, что эту землю можно получать только лично от государства, только через сайт, зарегистрированный в правительстве, в электронном правительстве, и эту землю нельзя никому передавать, ее нельзя продавать, ее нельзя закладывать. Это ваша личная собственность. Поэтому она будет иметь ценность только в том случае, если те трассы, которые мы вам показываем, и по нашим расчетам они будут проходить по территории Сибири и Дальнего Востока, они начнут строиться. И в этом случае эта земля действительно будет обладать колоссальной стоимостью. Если эти трассы строятся так и не начнут, то это, друзья, риск, который вы определили, сделали, заявившись и не получив эту землю. Поэтому здесь мы будем с вами еще очень много на эту тему вести работы, мы вам будем рассказывать, показывать, решения будете принимать лично вы. И здесь это просто вы должны понимать, что это возможный дополнительный бонус участия в программе, которая идет сегодня от государства по инициативе президента Путина. Что при реализации здесь, почему не раз, когда мы говорили о технологии проекте Skyway, я всегда так по ушутку выводил логику, что когда они запустили этот закон, они сами не знали, для кого они его делают. Они его делают для нас, для Skyway. Потому что мы знаем, какая земля будет наиболее дорогой, а все остальные пока нет. Поэтому все, кто участвует в проекте, имеют возможность первыми взять эту землю и ждать как дополнительный бонус. Друзья, еще раз, чтобы вы понимали, это вам никто не гарантирует, что вы берете эту землю и завтра на ней что-то начнется строить. Еще раз, мы вам покажем, что по нашим расчетам, по нашим предположениям и проектировкам в определенных местах будут проходить транспортные коридоры с применением технологии Skyway. И, соответственно, при прохождении в этих коридорах, соответственно, если вы по этим координатам получаете землю, значит она становится инфраструктурно доступной и эта земля будет иметь определенную цену. Не более того, Еще раз повторю, чтобы вы четко уже понимали и никаких сомнений на этот предмет. Если кто-то вам предполагает за эту информацию взять с вас денег, значит бегите от него подальше. Это обман. Потому что в законе написано, что за землю вам никто не имеет права взять землю. Вы ее берете только бесплатно. Поэтому, если в законе написано, что земля дается бесплатно, то нашу информацию о том, где и как будет проходить, мы, естественно, тоже должны и будем давать бесплатно. То есть брать за это деньги, это также спекуляция, чего ни мы и ни наши партнеры делать не будут. Соответственно, тут много задавалось вопросов. ПО Евразия зарегистрироваться, раздают они землю. Еще раз скажу по закону. По закону ПО Евразия к земле не имеет никакого отношения. Поэтому, если там предлагают взять за что-либо деньги, то это либо членский взнос, либо уже паевой взнос, который предлагаются сделать в ПО. Поэтому, если вы считаете для себя это приемлемым, это ваше личное право. Но к земле, координатам и выделениям эта работа не имеет никакого отношения. Чтобы четко не было, друзья, никакого трактования. Все вопросы связаны с тем, что ПО Евразия может само получить землю от губернаторов, мэров и, соответственно, вводить его в проект. Я, друзья, об этом ничего не слышал. И могу сказать, что если это будет, то мы, наверное, тогда с вами это пообсуждаем. Но для этого нужны какие-то документы. То есть земля – это довольно-таки сложный процесс, который может передаваться в потребительское общество. Сразу могу сказать, что это очень сложный и сегодня затруднительный процесс, потому что до недавнего времени все китайцы на Дальнем Востоке получали землю незаконно через потребительские общества. То есть они на потребительские кооперативы брали землю и потом через паевые общества, таким образом, вобходя закон о том, что нельзя иностранцам представлять землю, таким образом это обходилось. Поэтому на сегодняшний момент я очень сомневаюсь, что механизм ПО будет работать для того, чтобы выделять на паи, соответственно, землю. Но, опять же, друзья, это мое личное мнение, которое я просто высказываю, потому что очень много вопросов сегодня на этот предмет задают. Поэтому, друзья, по Дальнему Востоку, ближе к июню, когда мы увидим, как будет работать механизм регистрации в правительстве, как будут работать заявки с координатами. Мы к этому вернемся. Естественно, что мы будем просто на наших вебинарах либо специализированную работу, которую мы будем провести, проводить, мы будем вам показывать, рассказывать, консультируясь с инженерами, с теми, кто сегодня проектирует трассы, и, соответственно, будем вам предлагать несколько трассировок трасс, по которым может проходить трасса Skyway, и, соответственно, вблизи которых Земля может быть максимально востребована. Вот, друзья, что на этот предмет я бы хотел вам сказать. Я думаю, что эта работа будет нами вестись, и вы должны понимать еще раз, что изначально мы говорили, и дальше будем говорить, что это не сама цель получить Землю, чтобы эта Земля стала востребована. Цель совсем в другом, что тот, кто верит, и тот, кто понимает, что технология будет развиваться, то эта Земля, как капитализация, будет дополнительным бонусом к тому, что делать. Потому что я очень сомневаюсь, что люди, которые не верят, не знают, что такое Skyway, и тем более относятся к нему скептически, завтра побегут в Землю, брать в местах, куда невозможно добраться без Skyway. Это утопия, друзья. Вот, поэтому, тем более будет выглядеть странно, если люди не верят, не являются участниками проекта Skyway, но при этом получают Землю, которая будет капитализироваться благодаря технологии Skyway. Это мне бы тоже интересно было на этих людей посмотреть. То есть это все равно, что вы утверждаете, что закон Бернули работать не может, что самолеты тяжелее воздуха, никогда в воздух подняться не может, но при этом идете покупаете билет на то, чтобы слетать из Нью-Йорка в Лондон. Это, конечно, друзья, очень странная позиция, и мы тоже это с вами пообсуждаем, когда делать. Так, не забудьте на сайте ВЛК сделать вкладочку «Земля на Дальнем Востоке». Ну, друзья, мы обязательно эту работу сделаем. Опять же, это, чтобы вы понимали, это научная консультационная работа. Это ни в коем случае не коммерческий проект, тем более для технологии Skyway. Мы не можем вам сказать, что мы на этом можем получить какую-то прибыль, или мы обещаем какую-то прибыль. Здесь, друзья, мы все слова произносим именно в той последовательности, в какой она должна быть понята, и в какой она действительно обладает и юридическую, и экономический смысл. Что мы, друзья, занимаемся проектом Skyway. Мы занимаемся созданием новой транспортной инфраструктуры, в том числе для Сибири и Дальнего Востока. По нашему утверждению, эта транспортная система Сибирь-Транснет, которая дальше будет строиться, он качественно изменит расклад, в том числе и стоимости земли. И поэтому на сегодняшней стадии, когда государство раздает бесплатно землю, а вы участвуете в проекте, то мы можем предположить, где пойдут трассы, и, соответственно, капитализация, где этой земли, будет намного опережать все остальное. Тот, кто участвует в проекте, и тот, кто ходит на наши вебинары, и тот, кто действительно доверяет этой информации, он может заявиться и получить эту землю. И при строительстве трасс, при том, что вы будете получать дивиденды, находясь в проекте Skyway, это земля, которую вы возьмете, именно как семейный актив, для вас может являться дополнительным бонусом, который идет в подарок от государства. Во всех остальных случаях, если там не будут строиться трассы, или Skyway будет строиться более чем через 5 лет, чем прописано в законе, значит, никаких дивидендов, вы, соответственно, никакой земли вы не сможете ни получить, ни продать. Поэтому, друзья, здесь подход и трактовка может быть только в таком плане и никакого другого трактования она, соответственно, иметь не может. Ну, вот, друзья, это вот то, что касается земли, хотя, конечно, очень важный закон, очень важный процесс. Мы ведем переговоры с Министерством Дальнего Востока и с мэрией Владивостока и Хабаровска. Готовим сейчас ряд даже поездок туда, скорее всего, это будет июнь, июль, для того, чтобы обсудить возможности Сибирь-Транснета, для того, чтобы обсудить строительство первых пилотных проектов. Это все, друзья, работа активным образом ведется, но, опять же, как вы уже видите, это идет в разных направлениях, это идет и параллельно с работой в Красноярске, и в Израиле, и на Дальнем Востоке, который сейчас, и в Чечне, и так далее, и в Австралии. Это, друзья, все идет развитие проекта. И вы еще очень много чего увидите, вы очень много увидите таких проектов. Это, друзья, наша работа. И, как мы говорили, что строй SkyWay, спасай планету, объединять, это наша работа, и, соответственно, мы объединяем мир, потому что это сегодня крайне необходимо. И на этот предмет сегодня идут очень много интересных переговоров уже с китайскими партнерами, которые сегодня развивают идеологию шелкового пути и строительства. И здесь я уже не раз говорил, еще раз, наверное, повторюсь, очень интересная возникла мысль у министра туризма Чечни, когда тоже там часть элемента шелкового пути, который пойдет по Кавказу, вот они рассматривали и вели переговоры, и он привел аналогию, что шелковый путь это структура развития связки огромных рынков, как это было в истории, как это сегодня делается. И основа является шелковая нить. А что такое шелковая нить, друзья? С точки зрения сегодня сельского хозяйства вообще производства тканей, это еще наука, которая была известна только древнему Китаю, шелковая нить это самая прочная и самая тонкая нить, которая была и сегодня известна в натурально произведенной, а не синтетической. Так вот, шелковая нить и струна это две очень похожие вещи, которые работают как предварительно напряженная структура. И неожиданно такое родилось, что так как в основе шелка, то есть основного продукта шелкового пути была шелковая нить, то в основе Transnet и нового шелкового пути будет именно струна инженера Юницкого, которая позволит создать новую сеть, которая создает новую систему. Это мне очень понравилось, мы это прям заметили, что это не мы придумали, это придумали нам наши партнеры из Чечни, но о том, что шелковый путь и основа шелкового пути должна стать металлическая струна инженера Веницкого, я думаю, что тут уже ни у кого сомнений нет. И придет время, когда вся технология шелкового пути, строительство развернется в струнные технологии. Как это будет происходить, естественно, друзья, это не в один день, потому что это мощнейший сегодня проект. Наверное, один из крупнейших за всю историю. Соответственно, это тоже будет двигаться, делаться. И мы видим уже без всяких сомнений, что наши китайские партнеры со временем признают, что основа шелкового пути – это будут струнные технологии. Так, выбор Земли будет. Ну, давайте, друзья, по Земле, это вопрос. Я понимаю, что он животворящий, что он очень многих, как животрепещущий, что он очень многих вздевает, но мы для этого сделаем специальные вебинары, когда поймем и разберемся, и именно отработаем механизм, как это сегодня работает. Потому что если с 1 июня начнут выдавать эту Землю, я думаю, что нам нет необходимости сегодня всем Skyway'ем выстраиваться в очереди 1 июня подать заявки на Землю. То есть, Земли там хватит на всех. Земли там огромное количество, особенно вблизи тех трасс, которые десятки миллионов гектар. Соответственно, на сегодняшний момент поймем, как работает этот механизм, увидим, как это осуществляется в документообороте, тогда мы для вас прям сделаем полную инструкцию, как вы можете, просто следуя по шагам, заявиться здесь, ввести координаты и получить ту землю, которая... Так, СВИГ поет свою песню. Там купи акции, переведи в корневую и спи спокойно. Так, ну, друзья, давайте комментировать я сейчас не буду, не могу сказать, что у нас тоже мне задавали вопросы по поводу акций или обязательств СВИГа, и это значит, тут все комментарии у нас были на совместной телемосту, где четко мы сказали, что СВИГ – это точка входа, и в течение апреля все, кто обладал обязательствами СВИГа, должны быть переведены в акции корневой компании, потому что единственный юридически защищенный документ, еще раз повторюсь, единственный юридически защищенный документ для вас, как акционера, это является запись в реестре акционеров. А это может предоставить только корневая технология, корневая компания. Никаких других обязательств здесь не существует, поэтому в нашем непростом венчурном проекте юридическую защищенность может обеспечить только головная компания, в реестре которой вы будете находиться. Это, друзья, опять же, делая следующий шаг, чтобы вы понимали, это не стопроцентная гарантия, что вы являетесь обладателем 100% инвестиционного капитала. Это, друзья, проект венчурный, по мере развития возникает определенное огромное количество рисков, который мы шаг за шагом снимаем. И, по сути дела, наш проект SkyWay, он и заключается в том, чтобы ответить на все вопросы, чтобы снять все риски и сделать этот проект высокодоходным и абсолютно безрисковым. Но это, друзья, нам предстоит еще сделать впереди. Для этого, как раз, друзья, надо, между прочим, и построить экотехнопарк, и провести все испытания, и засертифицировать, и запатентовать, и защитить интеллектуальную собственность и наши права как акционеров, друзья, начать и кончить. Чем мы с вами, в общем-то, друзья, и занимаемся, и что я могу сказать, у нас очень хорошо получается, и к тому все подтверждение, вся история, которая происходит за этот наш месяц, который прошел, за ЭКОФЕС, который есть, те работы, которые ведутся по адресным проектам, уже можно без преувеличения сказать, наверное, во всех точках и уголках мира, потому что, начиная от Австралии, Китая, Израиля, Чечни, ну, я не знаю, трудно, Казахстан, Киргизии, трудно сейчас назвать, друзья, точку на земле, из тех 60 стран мира, где сегодня уже не знают о Скайвее, где сегодня не двигается Скайвей. Поэтому я надеюсь, что на все вопросы я сегодня ответил, которые есть, давайте на следующем вебинаре, у нас, ну, 19 в 20 мы примерно проводим с Алексеем в этой же логике, вот, а на следующий в среду мы уже будем касаться конкретных направлений уже в, и по земле, и по адресным проектам, которые вот уже на сегодня становятся наиболее насущными. Ну, все, друзья, я благодарю, что вы были с нами, я благодарю, что вы в проекте Скайвей, вот, я очень многих увидел, для которых строй Скайвей, спасай планету, это действительно сегодня уже становится мотивацией, руководства к работе и к такой, к активной деятельности, объединять, это наша работа, и мы объединяем мир, друзья, это действительно то, что мы сегодня с вами делаем, и то, за что нам через некоторое время будет не стыдно показать и своим детям, и своим другом, соответственно, к чему мы с вами приложили свое самое непосредственное силе. Все, друзья, на этом я с вами прощаюсь, давайте до вечера с теми, кто еще будет, а для всех остальных строй Скайвей.